17 по 21 ноября 2019 года общественным фондом Аманат Алжир при содействии фонда первого президента Республики Казахстан Ельбасы была организована исследовательская экспедиция в город Твилиси, Грузия, целью которой является встреча с потомками узниц Алжира, сбор материалов, отражающих историю массовых политических репрессий 30-50-х годов XX века, пополнение фонда музея, популяризация деятельности музейно-мемориального комплекса Алжир. Во время командировки директор музея Тиргенбаев Самат Ильясович и специалист музея Жахсабаева Раиса Рамазановна встретились с потомками узниц Алжира, дочерью и внучкой Еленой Соколовой Танкандарелли, Тиной Кандарелли и Ниноку Орцахия, сыном и внучкой Хобуа Марии Ливановной, Ливаном Пименовичем и Тинеко Хобуа, внучкой Шхидзе Хочолава Прасковии, моей поповой, племянником Киры Андронашвили, Мирабом и Кирой, названной в честь тети, Сыном Маргариты Кверчкеладзе, Ревазом Кверчкеладзе, также состоялась встреча с председателем мемориала Тбилиси Гурамом Соселья, генеральным директором Национального музея Тбилиси Давидом Лордкипонидзе, руководителем лаборатории исследования советского прошлого Грузии Ираклием Хвадагиани и другими. С сотрудниками музея Алжир было организовано мероприятие, в рамках которой Жахсабаева Раиса Рамазановна презентовала выставку с сопровождением слайдов на тему «Дороги, которые не выбирали». Вместе с тем была организована презентация документального фильма «Лютый холод Алжира», клип 1937 год, рано увядшие цветы, издание музея, «Казахстан нас объединяет», «Алжир как страшный сон», «Орпахтару мукпайда», «Помнят потомки». В ходе мероприятия выступили потомки узниц Алжира, Ревас Кринчхеладзе, Кира Андроникашвили, Тина Кандарелли и другие. Мираб Андракамешвили исполнил песню о любви к столице Казахстана, «Звезды Астаны», которая была написана им в 2010 году после посещения в 2008 году города Астана и музея Алжир. В мероприятии приняли участие около 60 человек. В память о музее гостям были вручены сборники воспоминаний узниц Алжира и их детей. Рупахтар у мукпайда «Помнят потомки». Потомкам узниц Алжира подарили платки с казахским орнаментом, тюбетейки, угостили казахскими сладостями и куртом, который спас жизни многих узниц Алжира. Общественный фонд «Аманат Алжир» и музейно-мемориальный комплекс «Алжир» выражают огромную благодарность фонду первого президента Республики Казахстан Ельбаса за оказание содействия в организации исследовательской экспедиции в город Тбилиси, в ходе которой было собрано около 100 материалов, таких как подлинные фотографии, письма, архивные документы, книги, вещественные предметы, некогда принадлежавшие узникам Алжира. Также выражаем признательность руководителю лаборатории исследования советского прошлого Грузии Ираклию Хвандагиани, председателю мемориала Тбилиси Гураму Сосели и потомкам репрессированных за содействие в сборе материалов и артефактов, свидетельств прошлых лет. Когда встречали, она когда вернулась, уже после войны вернулась, да, и мы знали, что она, в общем, приедет, и встречали родственники ее, и она появилась с женщиной, которая была для меня совершенно незнакомой. Это была трагедия. Спасибо казахстанскому мемориалу за то, что вы достойно чтите память наших матерей, в частности, моя мать, Маргарита Евстаргевна Квырцхладзе, 8 лет томилась в сталинских лагерях, из них 4 года в Алжире, в Карлаге. В книге узницы Алжира она числится на 239-й странице. Когда-то тысячами километрами колючей проволокой была оцеплена вся страна с каждой человеческой душой. На дорогу, что вдали от буклинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в тридцать седьмом. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в тридцать седьмом. На тресчетах вьюга кружит ночами, На тресчетах передернут затвор. Забываю, это было не с нами, На тресчета звездой догорает костер. Вальс старинный, обнимается плечи, Помнят все огрубелые руки мои. Помнят теплый, мождевеловый вечер, Как звучала в нем музыка нашей любви. Вальс разлуки по стороне носит письма. К сожалению, в них обратного адреса нет. И летаю по стране, по земле наши мысли, И летает по всем лагерям. Вальс надежд на дорогу, Что вдали от неглинки, Пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки, Этот вальс танцевали мы в тридцать седьмом. Мираб Андроникашвили исполнил удивительную песню «Звезды Астаны», Которая была написана им в 2010 году, После посещения в 2008 году столицы Казахстана, Музея Алжир. В данной песне отражена любовь к нашей столице, Красота и величие. На просторах казахской земли Под ветрами былой целины, Красотой небывалой зари Начинается день Астаны. Красотой небывалой зари Начинается день Астаны. Астана, Астана С добрым утром мой город родной Астана, Астана Где б я не был, Всегда ты со мной. Пусть навеки почет Будет темным, Кто придумал тебя И создал. Пусть будет радостным Каждый день Для твоих дорогих Астанчат. Пусть будет радостным Каждый день Для твоих дорогих Астанчат. Астана, Астана Ты моложе всех столиц и мир Астана, Астана Ты похожа на полет мечты. Когда вечер сказочной страны Зажигает звезды Астаны Им с радушием Невиданной грозы Отвечаю Города огни Астана, Астана, Астана Астана, Астана Астана, Астана Остана, Астана Ты моложе всех столиц и мир Астана, Астана Астана, Астана Субтитры создавал DimaTorzok